Волшебство акварели. В Ивановском художественном музее открылась выставка «Теплая зима», посвященная юбилею со дня рождения Владимира Чемлекчеева. В этом году художнику исполнилось бы 70 лет. Живопись и графику мастера представила его семья. Работы, конечно, то, что у нас сохранилось, то, что мастерскую осталось после папы, мы перевезли все к себе и отбирали уже, по нашему мнению, лучшие работы с нашей точки зрения. Мы, конечно, не искусствоведы, но так как я имею художественное образование, хоть какое-то, да, то я считаю, что это его основное, самое интересное. 70 разных документов, эскизов и фотографий рассказывают о жизни художника. Экспозиция включает чуть меньше 40 авторских произведений. В зале можно увидеть картины маслом, пастелью, непревзойденные акварельные работы. Последние – гордость как семьи мастера, так и Ивановского художественного музея. Акварель – сложная техника. У нас очень много акварелистов. В Иванове несколько человек всего. Одним из таких больших художников этой техники был Володя. Но это очень сложно. Если ты не угадал, то все, выкидываешь. То есть нужно за раз написать. Это очень сложно. Тут нужно сконцентрироваться полностью и выложиться. То есть на одном дыхании написать. Вот ему удавалось. В капризной технике акварели выполнены поразительно живые пейзажи. Художник, как рассказывают родственники, объездил полцвета. Бывал в Литве, Латвии, Эстонии, Якутии, Японии, Франции, Германии, Чехии. Ездил в далекие экспедиции, ходил матросом по Тихому океану. Потому все работы пронизаны яркими эмоциями и романтикой дальних странствий. При этом над каждым листом художник работал очень тщательно. Я до сих пор вспоминаю, так как он рвал свои акварели, когда ему что-то не нравилось. Мы с мамой всегда к нему бросались, говорили, хорошая работа, ты что? Жалко было. Он, нет, я хочу, чтобы после меня остались только качественные произведения. По словам экспертов, произведения, которые оставил после себя Ивановский акварелист, заслуживают звания превосходных. Увидеть необыкновенные работы можно будет до 15 марта. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.